Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Напомню, что оскорбивший россиян актер Дмитрий Назаров, который назвал патриотически настроенных россиян ботами, блюющими по методичке, это вообще ужас просто такие слова говорить. Значит, его уволили из театра, из Мхотемни, Чехова, Хабенский. И вот сегодня стало известно, что его изгнали из главной роли, из главной роли в фильме «12 стульев» с Дмитрием Нагиевым. Вот что пишут СМИ. И стало известно, что оскандалившийся своими провокационными интервью Дмитрий Назаров лишился главной роли в ремейке-комедии «12 стульев». И мы с вами говорили неоднократно, друзья, о тех режиссерах, которые не пророссийски настроенные, скажем так, которые все это время снимали фильмы, явно не воспитывающие патриотически наше подрастающее поколение, да и жителей, собственно говоря, России в целом. Обратите особенное внимание на театр «Ленком» и руководителя Марка Варшавера, который просто хранитель нетрадиционных, единственных правильных ценностей, и ценностей, значит, и многовекового, культуры многовековой российской у себя в театре, и сколько сейчас заказных статей идет против них. И я подозреваю, так это связано именно с тем, что люди действительно не дают превратить театр в фастфуд какой-то, в какой-то, значит, стирку грязного беля, и то уже это устроили. И вот мы говорили о режиссерах таких, а есть пророссийски настроенные, то есть патриоты. В свежем проекте Назаров должен был сыграть кису Воробьянина, вот тогда как Дмитрий Нагиев, Астапа Бендера. Кстати говоря, довольно интересно посмотреть. Режиссер картины Петр Зеленов прокомментировал ситуацию. Сам проект сейчас на паузе, говорит он, у нас встал вопрос о замене артиста, Дмитрий Назаров в фильме не останется, никто не хочет рисковать, я не хочу упираться в какие-то личностные отношения, говорит Зеленов, но я патриот своей страны, и, конечно, от всего случившегося не в восторге. Я вам искренне скажу, я пророссийский человек, я за президента, и для меня то, что сделал Назаров, большой удар. К сожалению, а может и к счастью, как знать. Значит, также режиссер признался, что сам артист уже в курсе происходящего, так как все инвесторы первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта, это было обязательно. Друзья, замечательно видеть, что режиссер действительно пророссийский настроен, замечательно видеть, что Назарова там больше не будет, и замечательный пример другим. Нужны жесткие меры. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку закрепленную в комментариях в описании к видео для поддержки канала, коммунатации мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна, новости, новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на авторсоциальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна, новости, он резервный, запасный, подпишитесь, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.